Это сейчас в Министерстве социальной защиты очередей нет. А с первых дней августа, по словам сотрудников, здесь было не протолкнуться. Работали даже выходные дни. Южно-сахалинцы оказались активнее жителей остальных районов. Получить социальные проездные билеты и талоны можно в МФЦ, в Министерстве на Карла Маркса и в отделении на Ленина 250. По состоянию на сегодняшний день у нас выдача произошла едино-социальных проездных билетов. 6860 билетов выданы. Из них же получили граждане 5700 на социальные талоны на межмуниципальный автомобильный проезд. Мы надеемся, что граждане будут активно использовать эту меру социальной поддержки. Новая мера социальной поддержки введена по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области. Решение принято после встреч с населением. Билеты действуют для льготников до конца этого года. Правом бесплатного проезда могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны и пенсионеры старше 70 лет. Для получения социальных билетов нужен паспорт, регистрация в Сахалинской области, документы, подтверждающие право на льготу. Я езжу к друзьям туда с мужем, в Паранайск или в Восок. Это нам обходится поездочка 2000. Так что для нас это большое поспорье. Очень большая экономия. Во-первых, брусника нам пока окажется абсолютно бесплатно. Только наш труд. Очень даже удобно. Если я раньше платила, сейчас я не плачу. Это экономия для пенсионера. Я на дачу езжу, она в черте города. И не приходится мне платить за проезд. И так вот в больницу. В общем, я довольна, очень довольна. Стоимость перевозчикам будут компенсировать. Водители уже заметили, количество бесплатных пассажиров увеличилось. Не только пенсионеры сейчас, другие тоже ездят много проездными. Однако некоторые горожане, имеющие право на новую меру поддержки, бесплатный проезд заблаговременно приобрели проездные билеты на август. В связи с этим принято решение вернуть им полную стоимость проездного билета в размере 1020 рублей.